Ну здравствуй, любимый телезритель! В студии вечернее шоу «Вятка Тудей». Меня зовут Оксана Стяшкина, и вот что сегодня мы специально для тебя приготовили. Свежие новостные заголовки от Саши Светлика. В Кирове нельзя будет ни останавливаться, ни парковаться нигде. Страшная-страшная история из Кикнура. Пристроим Афоню. Очень любит гулять, может гулять бесконечно долго. Очень ориентирован на человека. И увидим изнутри кухню художника. Когда пишешь, черемка что-то мерзнет, здорово. Пахнет, да как, а? Зынь, зынь. Слышите эти звоночки? Это говорит о том, что Саша Светлик приготовил нам свежие-свежие новости. Давайте посмотрим. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Наши телезрители могут прекрасно экономить на интернете, потому что вам теперь незачем туда выходить. Все самые интересные кировские новости мы отрываем и показываем вам в нашем эфире. Новости! Первая радостная новость. Парк активного отдыха на Филейке откроется со дня на день. Не все еще знают, но парк активного отдыха работает там уже давно. Открывается с началом сумерек и представлен такими локациями, как гаражи. Трасса для убегания от подвыпившей толпы. И таким видом спорта, как «Эй, есть мобила? Позвоните!» А вот тревожная новость. В Кирове хотят запретить парковку на проблемных участках дорог. Другими словами, в Кирове нельзя будет ни останавливаться, ни парковаться нигде. А вот тревожная, криминальная. Ворам, похитившим 27 айфонов из кировского магазина, грозит крупный срок. А девушке, выклинчившей на Новый год последнюю модель айфона, грозит отпуск на Мальдивах и новая шубка. В общем, не той дорогой ребята пошли. И последняя новость. В Кировской области январь объявили месяцем здорового питания. С этими новогодними праздниками как месяц встретишь, так его и проведешь. На этом сегодняшние новости закончились. Мы пошли за новыми в интернет. До завтра. А вы были когда-нибудь в Кикнуре? Если нет, то тогда смотрите страшную-страшную историю. Страшная, страшная. История. В одном светлом вятском поселке, на светлом переулке, пошел черный, черный снег. Загадочные кадры из Кикнура прислал нам Юрий Морданов. Там дети не ловят ртом снежинки, а вместо снежков играют в грязьки. А теперь, внимание, вопрос. Кто, по словам автора видео, виноват в выпадении черного снега? Вариант А. Американцы. Вариант Б. Виноваты власти. Вариант С. Это наказание поселку за грехи. И вариант Д. Лучше бы дороги сделали. И правильный ответ. Лучше бы дороги сделали. Но еще правильней ответил тот, кто по старинке ругал власть. Грязь и чернь идет от администрации. Вот результаты расследования. От кочегарки, которые отапливают администрацию поселка. Есть в этом и большой плюс. У кикнурских снеговиков, возможно, из-за примеси сажи горят глаза и освещают темные улицы поселка. Поэтому переулок является светлым и днем, и ночью. Страшная, страшная история. 2018 год огненной собаки. Поэтому, чтобы точно быть счастливым в этом году, обязательно нужно завести четвероногого друга Афоню. Знакомьтесь, этого красивого пса зовут Афоня. Он воспитанный и добрый мальчик. Хорошо гуляет на поводке. Будет слушаться своего хозяина и станет надежным другом. Он очень молоденький, добрый, активный, очень любит детей, очень любит гулять, может гулять бесконечно долго. Очень ориентирован на человека, будет ему полностью предан. Лучше его в квартиру взять, потому что он небольшой по размеру и не будет ничего портить. Если вы хотите стать любящим хозяином для Афони, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 953 139 20 33. И еще немного о домашних любимцах. 3 января в 20 часов в деревне Нагорена, район Порошина, во время прогулки, испугавшись большой собаки, вырвалась и убежала маленькая девочка породы шпиц. Девочка очень нежная, плохо социализирована, находится под наблюдением ветеринаров, так как есть проблемы со здоровьем. Если вы что-либо знаете о ней, хозяева очень просят откликнуться по номеру 8 919 510 29 97 или же по номеру 78 66 48. Сегодня я побывала в нескольких деревнях Кировской области буквально за полчаса. А все благодаря новой выставке «Этюды и кухня художника». Что же там было интересного, смотрите в следующем сюжете. Истабенск, Лучнято, Ажиганово, эти деревушки не только можно увидеть на выставке «Этюды и кухня художника». Это выставка работ Николая Поликарпова. На каждой картине мы можем увидеть самые разные деревни и дома, которые так любит художник. Как оказалось, на написании работ художника вдохновляют еще и стихи Есенина. Начнем мы с ранней работы Николая «Красный вечер» и, конечно же, со стихов. О «Красном вечере» задумалась дорога, кусты рябин туманней глубины, изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Отношение, как последний луч, он все усиливает, более красным делает. Вот на этом, наверное, была построена вся живописная часть этого этюда. У Николая есть традиция, чтобы год был удачным, нужно обязательно рисовать черемуху. Именно эта черемуха – одна из последних работ художника. Где такая черемуха красивая растет? Это у меня, теперь в деревне, под славным городом Орловым. Как называется деревня? А деревня называется Жигановый. Как правило, цветет черемуха, значит, холодно на улице. Холодно. То есть вы мерзли, но... Нет. Когда пишешь черемуху, что-то мерзло, это здорово пахнет. Николай очень много времени проводит в Истабенске, поэтому на многих картинах можно увидеть именно это село. Картину «Снегом облегает» он написал не только вдохновившись красивым пейзажем, но и песней. Снегом облетает черемухи свет. Усидишь ли дома в 48 лет? Я такого не слышала. Там в 18 лет, да. Посмотрела на самые красивые деревни и места Окса Настяшкина специально для программы «Вятка Тудей». И это все, что мы успели сегодня для вас приготовить. В студии была Окса Настяшкина, и это вечернее шоу «Вятка Тудей». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok